Здравствуйте! В эфире программа «Гость в студии» и я ее ведущая Ксения Балденкова. С 26 по 28 февраля 2021 года на интернет-площадке пройдут выборы в молодежный парламент Свердловской области. Нашу территорию представляют 4 кандидата. Для победы им необходимо набрать 70 голосов. А чтобы сделать правильный выбор, давайте познакомимся с ребятами, которые готовы представлять Полевской городской округ в молодежном парламенте Свердловской области 5-го созыва. Сегодня в гости нашей студии это Иван Попов, ученик школы номер 14 и представитель ПТС Александр Петровский. Здравствуйте! Здравствуйте! Иван, ну ты один из самых юных кандидатов, кто претендует на звание депутата от Полевского городского округа в молодежном парламенте Свердловской области. Как решился на участие? В решении, в этом участии мне помогли мои друзья. Я листал ленту ВК и наткнулся на эту информацию. Скинул пару друзей, они сказали, почему бы тебе не попробовать? У тебя как раз в этой сфере хорошо все получается. А что хотите, что называется, донести до молодежного парламента и, возможно, реализовать на территории Полевского городского округа для развития молодежного движения, для поддержки молодежи, может быть, организовать какую-то досуговую деятельность? Какие-нибудь мероприятия по поднятию духа после этого коронавируса, ведь эмоционально и духовно мы уже немножко устали от этого всего. Ну, участие вообще в деятельности молодежного парламента – это так или иначе участие в политической жизни Свердловской области и города. А вот что-то уже есть какая-то, может, стратегическая программа? Как будете действовать? Какие идеи продвигать? Вообще есть какая-то программа? Или же ваша первоначальная цель, что называется, быть избранным? Первоначально я сейчас хочу достигнуть результата, что вот меня изберут и позже я начну заниматься какими-либо вопросами и решать задачи. Александр, вы чуть старше, вы представитель уже рабочей молодежи, вы работаете в политическом и техническом сервисе. Да, по профессии слесаремонтник. Как узнали вообще об возможности стать кандидатом, а впоследствии и депутатом молодежного парламента? Это мы сидели в нашем штабе на улице Нахимова, ВПК-бригада штаб, сидели в интернете, смотрели, наткнулись на запись и решили попробовать. То есть вы, что называется, единомышленники и соратники военно-патриотического клуба «Бригада». Вы развиваете патриотическое направление, работаете с ребятами? Да, работаем с молодежью, с населением города Полевского. Что вы можете сказать о том, с какой программой и идеями выходите на уровень молодежного парламента? И что, наверное, можете, какую пользу принести Полевскому, если станете депутатом? Мы хотим продолжить военно-патриотическое движение в городе Полевском, развивать спорт, также игры, зорницы, лазертак и тому подобное. Быть депутатом молодежного парламента – это значит доносить, наверное, какую-то историю нашего округа на уровень области, говорить о тех проблемах, с которыми сталкивается молодое население Полевского и предлагать какие-то пути решения. Ведь насколько мы полагаем, что молодежный парламент – это не просто заседание, это еще и различные семинары, обучение. Вот где бы хотели себя развивать? В какой области? Это социальная направленность, это экономика? Скорее всего, точно не экономика, это более-менее как-то социальную сторону и работу с людьми. Ну, судя по тому, что если вы участник клуба-бригады, это значит военно-патриотическое воспитание? Да. То есть ваша работа будет нацелена на воспитание именно как раз подрастающего поколения и вовлечение их в здоровый образ жизни? Здоровый, активный образ жизни, да, и как-то будем более-менее стараться, чтобы оторвать молодежь от своих гаджетов, телефонов, компьютеров, больше как-то находиться на улице, на свежем воздухе, движение какого-то, ну, как-то вот так вот. Ну, друзья вас поддерживают, а семья, коллеги по работе? Мама, папа полностью за обеими руками. На работе меня тоже как бы поддерживают, говорят, молодец, старайся, если что-то, ну, какая-то помощь нужна будет, мы всегда поможем. Ну, то есть голоса обеспечены? Да. И поддержка трудового коллектива? Конечно. Иван, вот ты сегодня стоишь на пороге не просто выборов, да, но и определения своего дальнейшего профессионального пути. Кем желаешь стать и как ты считаешь, чем поможет тебе опыт работы в молодежном парламенте, если ты станешь его депутатом, в дальнейшем? Ну, с детства я был творческим человеком и направлен больше в музыку. Ну, а сейчас я перешел в сферу театр. И в дальнейшую жизнь я хочу устроить на профессии актер театра и кино. Я думаю, что весь молодежный парламент мне поможет в будущем тем, что больше социальной значимости, какого-то легкого общения, легко находить язык, те же самые импровизации. То есть ты считаешь, вот это определенный уровень общения, это новые возможности, какие-то перспективы, знакомства для нашей территории? Почему мы должны за тебя проголосовать? Ну, я хочу как-то поднять дух после всего коронавируса, ведь все находились дома у них психологически. И мы были не подготовлены к этому. То есть у тебя какие-то будут акции в поддержку, да, и развитие, что называется, командного духа и преодоление той жизненной инфекционной ситуации, которая сегодня развивается у нас в стране? Спасибо вам большое за беседу. Прямо сейчас мы спросим у председателя молодежной избирательной комиссии Зои Корякиной о том, как будут проходить выборы в молодежный парламент, как можно стать избирателем, кто имеет право голоса. Все-все прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обязательно нужно выбрать наш Ревдинский округ и поставить лайки за наших ребят, которые сейчас у нас выдвигаются в кандидаты в депутаты. До 22 февраля они должны набрать 70 лайков. Только тогда они смогут выдвинуться уже в кандидаты в депутаты. Первые выборы, которые полностью проходят в формате онлайн, поэтому на нас, так скажем, экспериментируют, исправляют ошибки, которые есть на этом сайте. И вот постепенно мы приходим и надеемся, что к дню выборов обязательно все у нас получится. Мы выдвигаемся, получается, по Ревдинскому округу. У нас с вами 9 кандидатов. Из них 4 из Полевского, остальные 5 ребят из Ревды и из Дегтярска. И ребята смогут выдвинуться и голосовать за них смогут с 26 по 28 февраля, если они наберут только 70 лайков. То есть только тогда они смогут выдвинуться у нас, получается. Полевской сможет продвигать, скажем так, свои проекты в законодательном собрании Свердловской области. То есть он будет законным представителем Полевского, будет представлять интересы Полевского, будет общаться с депутатами законодательного собрания, опять же. И будет проходить обучение, то есть он сможет чему-то новому научить нашу молодежь Полевскую. В то время, пока Зоя Корякина рассказывала о том, как же будут проходить выборы в молодежный парламент, у нас в студии произошли изменения. К нам присоединились еще два кандидата от Полевского городского округа. Это Сергей Намятов и Данис Дельмеев. Все правильно? Да. Сергей, сколько вам лет? Где вы работаете? И коренной полевчанин? Мне 22 года. Я работаю в школе номер 17. Работаю учителем истории общества знания и великолепно-организатором. Да, я являюсь коренным полевчанином. Последние 4 года я учился в другом городе, но сейчас снова вернулся в свой родной город и продолжаю здесь трудиться теперь уже. Почему решились на участие? Вообще, чья это инициатива? Это ваше личное решение или же коллеги предложили? Может быть, семья? Это моя личная инициатива. То есть, я, в принципе, еще со школьницами являюсь очень активным участником вот этой жизни. Тогда еще школьной, потом студенческой. Работал в Полевской городской школьной думе, был ее председателем 4-го созыва. И всегда интересовала эта тема. Когда я учился в институте, это было в Нижнем Тагиле, мы пробовали участвовать в выборах, но в составе объединения. Тогда я учился на первом курсе, и я просто, как бы, был так для массовости, да, я посмотрел всю эту специфику проведения этих выборов. Но Нижний Тагил достаточно большой город, и мы, к сожалению, не выиграли эти выборы, потому что там была другая система сбора кандидатов. Но, тем не менее, определенный опыт участия в выборах, он очень сильно помогает и сейчас, и, в принципе, по жизни. Денис, а какова ваша дорога в кандидаты? В кандидаты? Хороший очень вопрос, спасибо большое за вопрос. Ну, начнем с самого начала. Более 10 лет упорной, усердной работы проводил я в Полевском городском округе. Я не местный, жил и родился в Верхнем Уфале, Телебинской области. Был депутатом Полевской городской думы уже 6-го созыва. Два раза был председателем совета участников, а это у нас дополнительное образование. И, подумав, решив, очень много вопросов, нерешенных у нас в городе, очень много обращаются ко мне люди разных возрастов. И, думаю, нужно, нужно баллотироваться и отстаивать права наших граждан. Ну, то есть сейчас-то вы полевчанин? Конечно, да. А у вас уже есть какая-то программа, с чем вы готовы прийти в молодежный парламент в Сырловской области и заявить? Я от города Полевского, и я хочу обозначить такие вот проблемные темы, вопросы. Конечно, есть. Что называется «Глаз молодежи»-то он какой у нас? «Глаз молодежи» – хороший вопрос. Я подготовил программу. Так, сейчас вам ее зачитаю. Так, первое. Почему мы не можем разработать и вернуть, ввести программу абонемента для проездов на автобус нашим детям? Почему ребенок должен носить с собой деньги? Вот представьте такая ситуация. Ко мне многие обращаются, родители, родители обращаются ко мне. Ребенок потерял деньги. Как ему добраться до дома? Хороший вопрос. Так, представьте, какой стресс испытывает ребенок. Вот мы, наверное, и Сергей Намятов, и я, и вы тоже, в детстве был такой момент, что вы теряли деньги. Как уехать домой ребенку? А если мы введем снова абонемент, это же будет очень хорошо. Второй вопрос, который уже тоже задают родители. Почему, это не только родители, а вся молодежь, почему мы не можем установить стенд с первыми необходимыми товарами в магазинах? Для тех, кто в этом реально нуждается. Я убежден, со стороны экономики тут сплошные плюсы. Какой корзин добра? Купил хлеб, поставил, положил, все. Вот давайте возьмем ситуацию. Вот хотите iPhone 12, 12, там Max Pro самый популярный. Думаю, все хотят. А представьте, я захожу в магазин, стоит пенсионер, он смотрит на хлеб, посмотрел и ушел. Потому что нет денег, нет денег. А если мы введем такие корзины добра, купил хлеб, положил, сделал доброе дело, помог и пенсионерам. Ну там уже мы будем разговаривать с директорами магазинов. Дальше. У нас проводится большая работа с военно-патриотическим уклоном. Как ни странно, самая большая масса это с 9 до 15 лет. Что происходит потом? Все. Расслоение, люди уходят. Им этот интерес пропадает. Но есть одно решение. Как мы знаем по закону, в 18 лет у нас молодые люди призываются в вооруженные силы Российской Федерации. Почему мы не можем поддерживать наших ребят, которые служат во всех точках нашей России? Отправлять элементарные смски с напутственными словами. То, что мы вас ждем, любим. Это же тоже какая-то программа будет создана. Я надеюсь, она будет создана. И думаю, у нас очень много сайтов призыва.нет. Я сам проходил службу, служил. Везде призыва.нет, призыва.нет. Не идите в армию. Везде эти слоганы. Почему мы не можем создать сайт призыв.да? Где мы будем поддерживать, поддерживать на всем протяжении армейской службы наших ребят. Просто элементарно отправлять смски. Почему мы не можем сделать запрос в военкомат, у кого нет... Ну, такое часто бывает, что не у всех ребят есть родители. Очень трудно и больно смотреть на тех, когда приходят посылки, отправляют родители. А ребенок стоит, ребенок не солдат, а ребенок стоит, а ему ничего не приходит. Почему мы не можем поддержать? Это что, так трудно сделать? Я думаю, нет. И мы будем с этим бороться. Дальше. В последнее время на территории Полисково-городского округа мы можем видеть и заметили, что очень часто происходят пожары. Что происходит? Это ужас. Это катастрофа у людей. Почему мы не можем создать центр? Создали центр, куда люди могут привозить еду, одежду, средства личной гигиены. Все необходимое. Мобильно. Не дай бог случилось горе. Сразу мобильно звонок. Сразу поставили. Очень много людей, которые готовы и хотят помочь. Но у нас ничего нет. А сколько пунктов вообще в вашей программе? Мы видим, что она разнопланова. И вы в каждый пункт пытаетесь привлекать или планируете, скажем так, в реализацию этого проекта или вашей программы молодое поколение, да? Конечно. Оно готово. Оно готово сотрудничать. Не только молодое поколение. Наши, грубо говоря, уже взрослые, лица старше 40 лет. И вот самая главная проблема в нашем городе, я недавно встречался со своим тренером Борисом Баталовым, Борисом Александровичем. И назревает вопрос. Футбол. Я говорю вообще за все, но именно футбол меня крайне беспокоит. Потому что я более 12 лет занимаюсь футболом. У нас в городе нет бесплатных секций по футболу. Это что творится? Нет футбола, нет развития, нет мероприятий. Плати деньги, плати деньги. Живой пример. Дети приходят, приходят на футбол, а им говорят, аренда 1000 рублей. А если у родителей нет денег? Вот что, вот у меня сын придет, у меня нет денег. Сын придет, скажет, пап, я хочу на футбол сходить. Я говорю, сынок, денег нет. Как мне ему в глаза смотреть? А у нас таких в городе Борисском очень много, очень много. И я думаю, что... Ну сколько пунктов в вашей программе? Пунктов 5. Я почти что их уже всех озвучил. Но вот это самые такие острые проблемы, острые вопросы. Ну, мы, конечно, общаемся с нашим молодежью. И думаю, что в дальнейшем их будет еще больше и будут решения. Самое главное решение. Сергей, ну вы вообще уже у нас, судя по вашей биографии, очень опытный, что называется, в политическом обществе. Уже были, депутатом были, кандидатами были. Да, уже есть опыт, уже есть знания. Вы с чем идете на выборы? У меня тоже есть программа. И первый пункт, самый главный, на который мне хочется делать уклон, это аккумуляция как раз-таки сообществ нашей молодежи. Потому что есть учащаяся молодежь, есть работающая молодежь. И действительно у нас для учащихся молодежи проводятся мероприятия отдельно, для работающих отдельно. Где-то они абсолютно разных направлений. И перед собой я ставлю главную задачу, это аккумулировать силы всей молодежи, создать это молодежное сообщество у нас в городе, которое действительно будет повышать интерес нашей молодежи и не уезжать из родного города. Ведь действительно мы можем создать, у нас есть определенные условия и средства для создания каких-то площадок, чтобы молодежь в выходные не ехала в Екатеринбург. Хотя у нас даже есть свой кинотеатр, да, едут много молодежь, едет в Екатеринбург кинотеатр. Почему нам не сделать со своим кинотеатром что-то такое, что действительно будет привлекать еще больше молодежи? У нас есть, сейчас город очень хорошо развивается, да, создаются различные площадки для молодежи. Но тем не менее, я ощущаю нехватку вот этих самых мероприятий, которые бы аккумулировали вот эти все силы. То есть мы отдельно в школах занимаемся со школьниками, да, там, допустим, завод занимается... Вы за сплочение населения. Вы за сплочение, именно да, то есть молодежь у нас с 14 до 35 по новому закону, а молодежи Российской Федерации, да, сейчас в нашей области идут поправки в наш закон, потому что у нас было до 30 лет. Я считаю, что, во-первых, это обмен опытом, да, даже в среде вот этой молодежной среде, в этой молодежной среде, это определенный обмен опытом между школьниками, да, и работающими. У нас есть учреждения среднего профессионального образования, они также мало вовлечены в деятельность молодежных движений у нас в городе, хоть и наш город участвует, и в ресурсном центре добровольчества, силы Урала, да, но там определенный костяк, а я считаю, что нужно привлекать как можно больше людей к этому. У нас есть муниципальное отделение, ну, про которое очень плохо слышно, это волонтеры Победы Всероссийского общественного движения, и в Нижнем Тагиле я плотно занимался этим направлением, был муниципальным координатором в этом уклоне, да, потому что, в принципе, тема патриотического воспитания, она мне интересна, я ей занимаюсь с 8 класса, то есть у меня есть разные грантовые проекты, выигранные на реализацию региональных проектов, в том числе и Полевской был в этой региональной сетке, и я считаю, что это направление нужно развивать. Сейчас очень активно взаимодействуем с Российским движением школьников, которые, ну, у них возрастной ценз 18 лет, то есть учащаяся молодежь, но тем не менее они все равно сейчас выходят на коммуникацию со студентами, да, и не так давно была принята инициатива в ведении советника по патриотическому воспитанию директоров школ, и мы сейчас сотрудничаем активно по этой линии с Российским движением школьников, как раз-таки для того, чтобы наш город тоже включился, в эту систему, потому что наш регион не попал, но министр образования и молодежной политики Свердловской области внес такую инициативу, чтобы в качестве пилотного проекта запустить свой проект внутри области, и я считаю, что наш город имеет право на участие в этом проекте, причем активное участие, потому что у нас создана хорошая база патриотического воспитания, но здесь как раз-таки нужно системную работу встраивать, я считаю, что именно так нужно делать. И воспитание именно к любви к малой родине. Именно к малой родине, да, для того, потому что я сам уехал в большой город, но я вернулся в него обратно, то есть я сейчас продолжаю деятельность здесь. А почему стоит возвращаться в Полевской? Почему стоит здесь остаться? Почему стоит возвращаться в Полевской? Ну, потому что, во-первых, это малая родина, да, это я здесь родился, вот почему я, допустим, я здесь все знаю, я здесь всех знаю, меня здесь знают, то есть мне здесь намного удобнее коммуницировать с людьми разного поколения, разных статусов, это во-первых. Во-вторых, здесь моя семья, то есть здесь моя родня, и мы действительно можем здесь как бы быть в кругу семьи. В-третьих, я не вижу здесь в Полевском чего-то отрицательного, чтобы отвергала отсюда уезжать, то есть я здесь вижу все условия для самореализации, для саморазвития, для того, чтобы добиться каких-то успехов в той или иной области. Все ведь зависит на самом деле от человека и от той среды, которая вокруг него создана. На самом деле я вижу это, и поэтому без проблем не задумываясь вернуться в родной город. Как вы считаете, кто ваш электорат? Кто будет за вас голосовать? Ну, в силу моей профессиональной деятельности, мой электорат это, конечно, обучающийся школа, да, в первую очередь, но тем не менее есть подвязки, да, в рабочей молодежи через знакомых. То есть, ну, основной электорат это обучающийся молодежь. Данис, а как вы считаете, кто за вас будет голосовать и почему стоит за вас голосовать? Спасибо большое, хороший вопрос. Ну, молодежь, мы знакомые, друзья. Я не только, скажу по секрету, не только из нашего города, по всей, по всей России. У меня очень хорошо идет агитация на моей странице ВКонтакте, на сайте mixo.rf. Думаю, что мы выиграем. Ну, у нас самая главная проблема – это вывести молодежь из интернета, из телефона. Какой у нас раньше лозунг был в 2006 году? Не нужно. Нужно молодежь привлекать больше в спортивные мероприятия, побольше доп. образования. И чтобы молодежь не где-то там возле гаражей находилась, в плохой компании. Какой у нас сейчас лозунг? Вывести молодежь из телефона – вот самая главная наша задача. Приоритетная. Если мы будем решать вопрос и проблему на корню, мы вот только так способствуем дальнейшему развитию нашей молодежи. Что вот они, 24 на 7, взрослые люди сидят в телефоне, видео смотрят клипы, а ведь это время, а оно идет. А ведь если бы у нас были мероприятия спортивные, у нас есть, я не говорю, мероприятия проводятся в нашем городе отлично. Но нужно, я говорю, совершенствовать именно детализированно, разрабатывать каждую программу, вовлекать нашу молодежь. Ну, как я понимаю, одна из ваших целей – это все-таки и ваших, и ваших программ – это доступность всех мероприятий и открытости. Конечно. Для всех категорий граждан. Вы хотите, чтобы на эти праздники приходили все от мала до велика? А вы хотите, чтобы они при этом оставляли все гаджеты дома и были увлечены теми мероприятиями, которые проходят на свежем воздухе? Конечно. Спасибо вам большое за разговор. Могу вам сказать, что вы все четыре кандидата, с которыми мы сегодня переговорили, все очень разные, но каждый достоин победы. Каждый представляет свою программу и у каждого свои цели. Надеюсь, что кто бы из вас не победил, он представит город Полевской достойно и, главное, изменит нашу жизнь, жизнь нашей молодежи в лучшую сторону. Большое спасибо вам за беседу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.